С 2009 по 2013 годы доходы жителей Воронежской области увеличились на 42%, а в целом по России на 18%. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Алексей Гордеев на пресс-конференции по итогам пяти лет работы в должности главы региона. Если говорить по показателю бедности, это, кстати говоря, один из тот показателей, который меня очень удивил в 2009 году. Тогда Воронежская область занимала 71 место. То есть мы входили по статистике в число самых бедных регионов Российской Федерации. В 2013 году по итогам мы заняли уже 18 место. И, в общем-то, пусть это статистически, мы вырвались из числа бедных регионов, что явно не соответствовало потенциалу промышленному, научному, образовательному, да и природно-климатическому Воронежской области. И по итогам 2013 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила у нас 10,2%, в среднем по России 11%. Ну вот если взять 2009 год, то такая доля составила 21,1%, а в среднем по Российской Федерации 13%, то есть она была существенно ниже. Алексей Гордеев отметил значительное улучшение модернизации систем дошкольного и общего образования, что создает прочный фундамент для интеллектуального развития Воронежской области. За эти пять лет построено 15 объектов дошкольного образования, проведем капитальный ремонт в стае четырех дошкольных образовательных учреждений, это я говорю сейчас о детских садах, и было введено за этот период 16,5 тысяч мест. Подняли мы охват детей услугами дошкольного образования в возрастной группе от 3 до 7 лет до 88%. Сейчас задача стоит за два года полностью ликвидировать очередь. Реализован был крупный комплекс мер по модернизации системы общего образования, ну это школы. Здесь у нас построено 11 объектов, имеется ввиду школу, численность мест 4150. Проведена реконструкция и капитальный ремонт 312 школ. 735 школ было охвачено текущим ремонтом. И вот что важно как итог, ликвидирована полностью ветхость и аварийность всех общеобразовательных учреждений. Вот так и скажу, что чисто на бытовом уровне, что иногда было и стыдно подчеркивать, мы наконец-то создали в школах теплые туалеты и подали воду. Несколько лет назад 25% школ не имели такой инфраструктуры. За пять лет серьезных улучшений удалось добиться и в системе здравоохранения Воронежской области. Мы потратили на модернизацию более 7 миллиардов рублей за эти годы. Создана новая модель трехуровневой системы предоставления медицинских услуг. Есть у нас продвижение по различным показателям, все что касается детского здравоохранения. Подводя итоги пяти лет работы в Воронежской области, Алексей Гордеев поблагодарил всех ее жителей, которые активно поддерживали предложения областного правительства и участвовали в благоустройстве городов и сельских населенных пунктов, а также восстановлении многих скверов, парков, дворовых территорий. Я уже сам воронежец, и слава богу, не надо никого понимать. И надеюсь, что меня большинство воронежцев понимает. И если помните, многие из нас изогда работали, кто-то задал в первый день мне вопрос. Это, по-моему, даже было после вступления в должность, после инаугурации. Что бы вы хотели в качестве главной похвалы от воронежцев, я бы очень хотел, чтобы вот когда я где-то там шел, появился на экране или на улице, меня увидели и говорили, это наша земля. Я надеюсь, это состоялось, и я являюсь земляком всех воронежцев. Для меня это родной регион. Продолжение следует...